Всем привет, с вами Хикаро, и сегодня мы с вами поговорим об игровых сериях или франшизах. Какие-то из них объединены только общим геймплеем, как, к примеру, серия Assassin's Creed, где сквозь все части серии проходит красной нитью концепция бесшумного убийцы в капюшоне, но персонажи при этом каждый раз меняются. Есть же франшизы, которые держатся не только на единой концепции вселенной и геймплея, но и на колоритном и харизматичном главном герое. Как по мне, такие игровые серии всегда смотрятся намного выигрышнее своих собратьев, однако они в то же время являются и заложниками собственных главных героев. Ведь как можно представить игру Ведьмак без Геральта из Ривии? Как можно представить Хитмана без Агента 47? Сплинтер Селл без Сэма Фишера? Uncharted без Нейтана Дрейка? Но рано или поздно любая игровая серия подходит к своему концу, и причин на то может быть очень много, самое банальное из которых – утомление и истощение вдохновения от работы над одним и тем же проектом из года в год. Вот причем проектом, в которых каждый раз фигурируют новые главные герои, этого довольно легко избежать, так как новый герой – это новый характер, новый сеттинг, сюжетная свобода. В общем, каждую новую игру в рамках какой-то игровой серии, но с новым главным героем можно сделать совершенно отличающуюся от предыдущих игр серии и не ржаветь в однообразии. А проекты, держащиеся на одном главном герое, они по своей сути несут в себя ограничения. Сюжетные прежде всего, потому что надо тянуть лямку истории персонажа через все части серии и не допускать никаких противоречий и неувязок, а из сюжета уже идут ограничения геймплейные и сеттинговые. Потому что персонажа нельзя в один момент превратить из захудалого интеллигента, пользующегося хай-тек-гаджетами, в тупого качка, раскидывающего всех кулаками. Также нельзя закинуть персонажа и в совершенно другую временную эпоху. Возвращаясь к Assassin's Creed, когда в четвертой части появился невиданный доселе морской геймплей, и тот же Альтаир или Эдсио Аудиторе вряд ли бы в него вписались. А так, новый герой — новые возможности. А с одним героем, в общем, сплошные ограничения. И ясное дело, разработчики начинают закисать в однообразии, им приходится завершать свои франшизы и отнимать у нас любимых героев и миры. Что же, разработчики-изверги такие? Нет, даже наоборот, это очень ответственные и уважающие свою аудиторию люди. Ведь очень сложно, имея источник стабильного дохода, сказать тебе, «Все, ребята, мы либо скатываемся в конвейер, либо уходим достойно». Такие люди и двигают игровую индустрию. Они набирают кладезь опыта на одном проекте, доволят его до совершенства, а потом переключаются на совершенно новые, никому неизвестные проекты, идя на риск и привнося в игры какие-никакие инновации. Многие же идут по другому пути. Они завершают сюжетную ветку главного героя, берут огроменный тайм-аут и делают так называемый перезапуск серии. Можно подумать, что это уже конвейерная культура, но это не совсем так. Да, разработчики не уходят от своей игры, но в то же время пытаются ее освежить, обновить, перезапустить, в общем. И это тоже не урешено смысла, но потому что, к примеру, тот же Капитан Шепард и его команда, какими бы они крутыми не были и как бы сильно на них не держалась серия Mass Effect, все же тот продуманный и богатый окружающий их мир намного круче, и просто так бросать его на произвол судьбы очень глупо. Так что не всегда на истории главных героев заканчиваются игровые серии, однако если и заканчиваются, то это идет только на пользу как игрокам, так и индустрии в целом. Но черт возьми, все равно очень жалко прощаться. Если вы помните героев, на которых держались целые франшизы, которые уже подошли к концу, напишите в комментариях. А пока что прощай, Капитан Шепард, хотя с тобой мы давно уже попрощались. Геральт из Риви, ты отличный ведьмак. Но и твоя история совсем скоро завершится. Нейт, братишка. Последний путь в грядущем марте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова